Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, новости по поводу Ripple XRP и также по биткоину. Интересно, у нас тут новости подъехали, сейчас я тоже покажу. Две организации теперь поддерживают у нас SEC против Ripple. Совпадение, что это нападение рынка, да? Внезапно начали поддерживать, а Ripple у нас внезапно поиграла в суде, да? Внезапно начинает терять позиции, и именно тогда, когда рынок падает. Да, ой, какое совпадение! Как неожиданно, просто пипец. Вот, соответственно, за последние сутки две организации подали ходатайство Амисус у нас в поддержку SEC против Ripple. Вот, и это две компании, Институт новой спортивной экономики, впервые слышу о таком, NCI и Invest Ready, две организации, стремящиеся подать экспертное заключение всех в продолжающемся судебном процессе. Ну и говорят, что у нас тест Хоуи, типа закон оценных бумагах 1933 года, должен быть контекстуализирован на фоне финансовых инструментов, которые использовались в то время. Я вообще не понимаю, какой смысл использовать тест Хоуи, сука, еще 20 века, если сейчас уже 21 век, понимаете, идет, как уже четверть его прошла. Вот, и в свою очередь, Инвест Ready ответил в своем обзоре, что отсутствие защиты инвесторов на рынке криптолюции США. Ну, конечно, за нас переживают, естественно. Вот, реакция энтузиастов у нас говорит, что адвокат Джереми Хоган обеспокоен уникальной перспективой, которую игрок, не являющийся криптоигроком, внесет в судебный процесс. Это больше исследовательский документ, чем отчет Амитсус. Ну и, получается, Найс признает у нас, что не работает в индустрии, так какую уникальную перспективу он предлагает суду. Это, скорее всего, исследовательская работа, чем отчет Амитсус. Кроме того, диджитал перспективы у нас также нашел время, чтобы отрегировать на сводки Амитсус и, получается, подан Инвест Ready в поддержку SEC. И, говорят, поддерживает в качестве XRP в ценной бумаге тест децентрализации Apple. Ну, понятное дело, что он централизирован, потому что он сотрудничает с банками. Тут идиоту понятно. Технический директор Apple приглашает на работу сотрудников FTX, но есть исключения. Интересно, какие. В Твиттере, получается, Дэвид Шварц призвал сотрудников криптовалютной, ну, скамной биржи FTX, я напоминаю, вот, рассмотреть возможность подачи заявки в компанию Apple. Интересно, зачем? Утверждаю, что платежная компания блокчейна постоянно набирает сотрудников. Тем не менее, он обозначил несколько исключений в разъявлении о том, что Apple не хочет иметь ничего общего с сотрудниками FTX по соблюдению требований финансовым или деловой этики, которые могут быть связаны с теневым практиком на бирже. Ну, так это все люди. Ну, они, типа, прикалываются или что? Там все равно все замешаны от мелких, от мелких пешек до верхов, ну, поэтому не связаны с соблюдением требований финансовым или деловой этикой, такие дела. Вот, ну, и говорят, что, там, туда-сюда, он уверяет, там, соответственно, что в конечном итоге снова откроют услуги для своих клиентов, ну, это Сэм, я так понимаю, и пользователи, типа, ну, не верят в это. Да, помечательно, это не первый раз, когда биржа дает гарантии пользователям на этой неделе. Да, перед этим обычная биржа давала, ну, типа, FTX, а теперь FTX, US, типа, United States, что все выплатят. Ну, да, верим на слово, конечно. Вот, управляющий директор Apple поделился изображениями европейской рекламной компании у нас, и, соответственно, вот как они у нас выглядят. Ну, я понимаю, что это, ну, как бы, больших денег стоит, чтобы такие билборды, да, повесить в том же метро, либо на улице, поэтому имейте в виду, что рекламная компания Apple продолжается. И, в том числе, суд, ну, суд в кавычках, это тоже рекламная компания. Вот, также у нас киты перемещают 578 миллионов XRP на фоне восстановления рынка, как мы видим, ну, перемещаются какие-то там монеты туда-сюда, ну, и, типа, поэтому Apple упал. Нет, упал, потому что рынок начал падать, вот и все, не потому что киты там что-то переместили. Ну, да, киты Apple тоже пролили, понятное дело, они что все взговоры, все криптовалютные компании, ну, топовые, по крайней мере, естественно, они знают и льют рынок одновременно, и там плюс-минус одни и те же инвесторы, и, ну, фонды замешаны, я думаю, очевидно. Главное, юст-консульт заявил у нас, что председатель SEC неоднократно не мог защитить криптоинвесторов, не знаю, о чем речь, но Стюарт Альдеротти у нас говорит, что на текущем этапе в очередной раз упрекнул председателя Гэри Генслера за его недавние комментарии в интервью, и Генслер отметил необходимость лучшей защиты инвестиций, он призвал фирмы, связанные с криптовалютой, обсудить SEC, лучшие способы регулирования отрасли. Вот, и Генслер также сказал, что взлетно-посадочная полоса заканчивается, и две для криптовалютных компаний, поскольку инвесторы начинают страдать от предложений криптовалюты. Ну, типа, все плохо, нахер ее покупать, естественно. Вот, даже FTX токены вот эту скамину показывают. Вот, отвечая на комментарии Генслера, US Consult сказал у нас, что единственная взлетно-посадочная полоса на исходе – это ложные и избитые тезисы председателя SEC. Ну, жесткого новости банул, конечно. Вот, и, соответственно, это тезисы Гэри Генслера, его настойчивость в том, чтобы возвысить стремление SEC к власти над эффективным регулированием, и этой стране наносит серьезный финансовый ущерб. Теперь, потом, соответственно, JP Morgan у нас прогнозирует по поводу того, что биткоин упадет до 13 тысяч долларов. А помните, я говорил, что 12700, я предупреждал, что это фейк отскок, и, скорее всего, завтра-послезавтра, я даже сказал, мы, скорее всего, не пойдем ни на 20, ни на 22 тысячи, чтобы загнать хомячков, хотя это было бы разумным решением, но тогда слишком жестко, люди бы сильно поразочаровались. То есть, сделали бы вот так, а потом вот так вниз. Ну, большинство людей вышли, поэтому так жестко решили не делать, а решили на следующий день, о чем я и предупреждал, что, скорее всего, так и произойдет, что мы сейчас и видим. И об этом предупреждал в закрытом клубе, в первую очередь, естественно, вот. Поэтому, как раз я отмечал, что мы можем упасть на 12700, потому что тут начинается такой промежуточный уровень поддержки. Более сильный, конечно, вот здесь, в районе где-то десятки. Это минус 40%, но я предупреждал, что мы можем сходить в 12700, но JP Morgan у нас заявляет 13 тысяч. Почему же? Согласно прогнозам, сделанным JP Morgan из-за катастрофы FTX, биткоин может упасть до 13 тысяч долларов. Американский банковский гигант также заявил, что в ближайшие недели рынок столкнется с каскадом маржин-колов. Ну, лонгов, естественно, вызванным одной из основных бирж. Другой прогноз, который поделился Марка Ньютон из Fundstrat, полагает, что биткоин может упасть ниже уровня 10 тысяч долларов. Ну, о чем я тоже говорил, что 99% людей, даже долгосрочных инвесторов, как они себя считают на текущий момент, они выйдут. Вот. И между тем, в среду 9-го ННБ криптовалюта упала до нового двухлетнего минимума в 15632, ну, на Binance там даже, по-моему, 15, давайте глянем, 588, если я правильно запомнил. Да, 588, у меня память. Вот. Получается, удалось восстановиться, говорят, торгуется типа 17300, ну, как видим, уже 16600 продолжает падать. Но многие аналитики считают, что крупнейшая криптовалюта, вероятно, упадет ниже. Все, уже упадет ниже. Хотя до этого топили, что летим там чуть ли не на миллион. JP Morgan прогнозирует, что биткоин рухнет. И, кстати, говорят, что американский гигант считает, ну, JP Morgan, что биткоин потенциально упадет ниже себестоимости производства, стоимость которой составляет приблизительно 15 тысяч долларов. Вот. JP Morgan говорит, что у нас рынку придется иметь дело с каскадом Margin-Kolov и так далее. Вот. И, соответственно, однако Ньютон не исключает, что медведям удастся протолкнуть крупнейшая криптовалюта ниже уровня 10 тысяч долларов, если будет аномально высокая волатильность. Конечно, будет. Вот. Ну и, говорит, скорее всего, протестировать 13 тысяч долларов. Поэтому, ребята, имейте в виду. А представьте, если ниже десятки, то, я же говорю, 99% людей и ваших знакомых, даже тех, которые там существенные капиталы, они повыходят. Потому что у меня даже товарищи сказали, что у них окружение, причем, ну, депозиты у них там не 500 и не 1000 долларов, и даже не сотни долларов. Ну, вы понимаете. Вот. Депозиты приличные. То есть, начиная от 10 тысяч долларов и выше, то они даже распродаются и распродались на вот этом падении. Понимаете? То есть, это о чем говорить? Что неважно, какой у тебя капитал, если ты эмоционально нестабильный, не умеешь контролировать свои эмоции, не понимаешь, куда ты пришел, что это высоковолатильный, высокорисковый рынок и что могут быть падения хоть минус 90%, понимаете? И портфель у тебя может столько же просаживаться, то тебе нечего здесь делать. Вот и все. И если такие люди распродаются уже сейчас, так это паники еще не было. Представьте, что будет, когда мы упадем на 15. Ну, ладно, на 15 мы уже были ниже 15, на 10, ниже 10. И представьте, что 99% людей, даже тех, которые при больших бабках, они повыходят. Вот и все. А вот эти сказки, что все заработают, ребят, нет. Заработают, как я написал в телеграме, те, у кого есть яйца, в первую очередь, те, которые не боятся закупаться на страхе, вот. И те единицы, которые действуют без эмоций, с холодным расчетом и трезвой головой. Вот и все. Но таких людей 1% от силы. Помните об этом и не забывайте, что все не заработают. До этого были медвежки и что, заработали 99% людей? Нет. Они эти возможности просрали. Вот и все. Поэтому все не заработают. Людям не дадут закупиться их эмоции и страх. И плюс еще кризис мировой. А он может усугубиться. И вы думаете, люди будут думать о крипте? Да какая крипта? Они пришли сюда в биткоин, в первую очередь, чтобы сохранить свои бабки. Но крупный капитал сделал хитрую фишку, что обваливает все. И недвижимость, и золото, серебро. Да, не отскакивает, но до этого они падали. И крипту, и фондовый рынок. То есть все. И валюты. То есть всему крах приходит. Понимаете? А в этом и прикол. Что надо закупаться как раз таки на таких моментах. Но, как мы видим, еще пока паники не настало. Она только начинается. Только разогрев пошел. Поэтому еще не все продали. Вот этот бред, что все распродались. Ребят, то, что все распродались, говорили еще и по 30 тысяч. И потом вот здесь. Ну, по 35, по 40. Потом по 30. Потом вот здесь говорили, все распродались. Теперь говорят, вот здесь все распродались. Ребят, еще не все ни хера не распродаются. Надо, чтобы распродались долгосрочные инвесторы. Ну, каковыми они себя считают. С большими бабками. А они начнут выходить, потому что человеческая психология одна и та же. У них сработают эмоции, и они выйдут. Вот и все. Ну и у нас две фермы поддержали, получится Apple. Я уже показывал. Вот у нас инвестореды, либо Accredify называется. И вторая компания, получается, у нас, получается, NSI. Вот, поэтому, если биткоин будет падать, естественно, Apple будет падать вслед за ним. И независимо, тут новости подгоняются уже постфактум, что, типа, вот, SEC поддерживает. Это все херня. Ребят, падает рынок, падает XRP. Потому что 99% криптовалют, альткоинов, они падают вслед за битком. Вот и все. Я предупреждал вчера, что это вынос стопов шартистов, волатильность, чтобы показать, что, типа, ребята, все, разворот, давайте, заходим в Сирикатлеты. Но, как мы видим, дальше мы продолжаем падать. Я об этом предупреждал. Объемы никакущие, поэтому дальнейшее движение неизбежно. Поэтому, ребят, кто торопился вчера покупать XRP, я предупреждал. Надо подождать, надо подождать еще. Вот, закрепление за обратно 38 центов и возвращение на 32 цента, а то и ниже. Кто не подождал, ну, ребят, как говорится, поспешишь людей, не спешишь. И вы действовали на жадности и на эмоциях. Вот и все. Поэтому люди действуют на эмоциях, и неважно, какой капитал. 100 долларов, 1000, 100 тысяч, миллион. Насрать. Поэтому люди эмоциональны, и эмоции они контролировать не умеют. Вот. У меня к крипте 0 эмоций абсолютно. Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит. Если вы хотите также быть в курсе событий, получать в первую очередь рекомендации, то есть закрытый клуб, пожизненная подписка. Один раз платите, остаетесь навсегда. Все, всем удачи. Пишите свои мысли. Такие дела по биткоину и по XRP. Поэтому жду дальнейшего снижения. И когда буду закупаться, отпишу в закрытом клубе и буду скидывать свои ордера. Всем удачи. Всем пока.